28opt.ru Крупнейший интернет-магазин тату-оборудования в России Всем привет! Вы смотрите Дневник Тату и с вами Влад. Тема сегодняшнего ролика – шармирование. Тема достаточно близка к теме татуировки, но лично я никогда не сталкивался с ней напрямую. Поэтому данный ролик делаю, опираясь лишь на статьи из интернета. Итак, поехали! Шармирование, рубцевание и скарификация – это хирургическое вмешательство в кожный покров человека с целью изображения нательного рисунка. Суть шармирования состоит в нанесении на тело декоративных шрамов, представляющих собой в законченном виде какой-то рисунок. Как правило, к шармированию прибегают или люди, которые уже имеют шрам и хотят его замаскировать, или просто любители такого типа экстремального модификации тела. Шармирование, так же, как и все остальные виды боди-модификации, имеет свою историю, но об этом мы поговорим когда-нибудь потом. А сегодня же оно превратилось в целое направление боди-модификации и является одним из наиболее авангардных проявлений искусства. Как вы можете догадаться, процесс шармирования достаточно болезненный, и поэтому его делают под местной анестезией. Анестезия – это то, что понижает силы болевого синдрома. Это может быть крем, либо какие-то уколы, либо что-нибудь другое. Как вы знаете, я всегда говорю, что к татуировке нужно относиться серьезно. А если дело идет о шармировании, то тут нужно в три раза серьезнее относиться, потому что это действительно как микрохирургическая операция. Попросить своего знакомого или какого-то друга сделать вам шармирование – очень плохая затея. Также следует понимать, что шармирование – это очень опасная затея, и следует понимать все возможные последствия. Не каждый салон вам даже обеспечит ту необходимую стерильность при выполнении шармирования. Поэтому обращайте внимание на того, кто будет вам делать то самое шармирование, есть ли у него какое-то медицинское образование, и сколько лет он вообще в этом деле. Также, как и после нанесения татуировки, уход за шармированием должен быть постоянным и очень тщательным. Нужно каждый день промывать рану физраствором и носить специальные повязки. Но об этом вам, скорее всего, расскажет более подробно тот человек, который будет вам делать шармирование. Как я уже сказал, у шармирования есть своя долгая интересная история, и она насчитывает очень много разных способов нанесения этого шрама. Также современные технологии не остались в стороне, и сейчас можно делать шармирование даже лазером. Как же я ненавижу эту ебаную работу. А теперь поподробнее о разных видах нанесения шрама. Первый вид – это выжигание. Брендинг. Чаще всего при выжигании шрамы остаются немного вогнутые в глубину, боль сильная, резкая, но недолгая. Не такая долгая, как при вырезании скальпелем, например. В таком варианте использование сложных рисунков нежелательно, так как рисунок является не совсем четким. Второй вид шармирования – это косметическое вырезание кожи. Первый метод – это прорезание тела скальпелем перпендикулярно к коже. После этого остается еле заметный шрам, но рисунок является очень аккуратным. Второй метод – проникновение под кожу скальпелем под углом. В таком случае порезы становятся более глубокие, и можно варьировать рельефность самого шрама. Третий метод – самый болезненный. Это срезание слоя кожи. Например, если на рисунке толстый контур, то его просто берут и вырезают, вот кусок кожи вам вырежут, и все. Следующий способ шармирования – это когда истиранием берут и удаляют слой кожи. Для этого используют различные абразивные материалы или суспензии, которые вытирают отлично вам кожу. Грубо говоря, можете себе это представить как наждачку, но это очень грубо говоря. На самом деле там более щадящие материалы. Дальше. Tattoo Guns Carification – это то же самое, что и татуировка, только делает вам ее без краски. То есть берется тату-машинка и водится по коже, игла проникает под кожу, и все это делается просто без краски. В итоге у вас получается кровопоток, царапины, и рисунок заживает и является очень аккуратным, но его почти незаметно. Честно сказать, я даже не понимаю, есть ли смысл вообще в таком шармировании, если в итоге не видно результата, то есть ты просто потерпел боль, и все. Еще есть такой вид шармирования, называется химическое шармирование. Что это? Это химический астром. В этом случае, как вы поняли, шарм делается химическими различными растворами. Этот вариант с самым непредсказуемым исходом. Сделать какой-нибудь четкий красивый рисунок, мне кажется, практически невозможно. Для этого нужен какой-то трафарет или типа того, но... Gunpowder Scourification. Шармирование выполняется методом каттинга. На теле делается разрез, куда зацепляется порох, и потом это поджигается. Начинаем. Чувак. Классно. Вот, блин. Вот говно. Чувак. Больнова-то мне было сейчас, да. Получается ожог, который в итоге должен выглядеть как-то красиво. Очень страшно, очень, мне кажется, неприятно, но на самом деле в древние времена наши предки таким образом на войнах заживляли свои раны. Хотя я не могу сказать, что современные методы лучше, чем раньше было. Ну да ладно. Следующий вид шармирования это Suture Scourification. Это полный п***ец. Я вам прямо сейчас зачитаю из источника. Выполняются надрезы или удаляются участки кожи, которые потом сшивают. То есть вам разрезают кожу, удаляют все нахер, а потом ее берут и сшивают. Я тогда думался куда-то до такого. В этом методе швы накладываются таким же образом, как это делает хирург. Соответственно, остается похожий на хирургический шрам. Зачем? Следующий вид скарификации придумали для нашего народа. Injection Scourification. То есть это скарификация методом инъекции. Под кожу вгоняют спиртец, который расплывается, этот волдырь пробивают иголкой, он выливается и в итоге остается под кожей шрам непонятной формы. Супер. Также есть вид ритуального шрамирования. Это пошло из Африки и, в общем, из тех мест. Ash Scourification. Тут все то же самое. На коже делается надрез и туда уже втирается пепел. Зачем? Объясняю. Когда втираешь пепел, то вот этот вот шрам, он становится больше. Он не может зажить, пепел его раздражает. Соответственно, получается не просто шрам на теле, а вот такой бугорок. То есть, например, есть племя, которое поклонялось крокодилам. И они имитировали свою кожу, хотели сделать такую же, как у крокодила. Делали себе надрезы, втирали туда всякую хрень и у них такие волдыри. Ну, видели крокодилю кожу, вот у них было то же самое. Дальше. Cut, cautery, scarification. Это комбинация. Сначала вам вырезают куски кожи, а потом вам их еще и прижигают. Вот так. Есть еще один вид шрамирования, которым каждый из нас занимались в детстве. Называется... Accidental... Некоторые виды деятельности, будь то экстремальные виды спорта, либо драки, либо что-нибудь еще, оставляют на теле шрамы. Вот эти вот шрамики и называются accidental scarification. В чем суть? Люди специально ходят, падают, оставляют на своем теле различные рубцы. Якобы случайно, но как бы... Зачем это делается? Мне лично кажется, что для того, чтобы когда ты будешь хвастаться своим шрамом, либо когда у тебя кто-то спросит, чувак, откуда у тебя этот шрам? Чтоб ты не говорил, я пришел к типу, он мне ножиком надрезал и... Чего, блять? Для того, чтобы ты мог рассказать целую историю, связанную с этим шрамом. Да, ты специально ее сделал. Да, это все как бы искусственно было и наиграно, но тем не менее, это было сделано тобой в реальной жизненной ситуации. Вот и результат. Теперь пару слов о заживлении. Заживлять нужно постоянно, аккуратно, стерилизованно и чисто. Теперь поговорим об опасностях. Самая главная опасность при шрамировании это сепсис. Банальное заражение крови. Вот это заражение крови можно заработать не только на сеансе, и даже, скорее всего, не так часто люди зарабатывают на сеансе это заражение крови, как во время заживления татуировки. Например, вам сделали во всю спину шрам, и вам просто неудобно за ней ухаживать, и вы где-нибудь облокотились, где-нибудь приперлись. Ну, я не говорю о большинстве людей, хотя, наверное, я говорю о большинстве людей, потому что обычно меньший процент клиентов нормально ухаживает, больший процент клиентов... Поэтому этого не избежать, и у некоторых всегда будет вот это вот заражение крови, к сожалению. А также опасностью являются килоидные рубцы, которые можно заработать при неумелой скарификации. Килоидные рубцы это что-то наподобие того, что я вам рассказывал, когда втирают пепел в шрам, чтобы такой бугорок становился. Просто иногда это получается непроизвольно, и в итоге некрасиво. Теперь пара советов по выбору рисунка для шрамирования. Ни для кого не секрет, что рисунок нужно выбирать с головой. Я не буду углубляться в подробности. Все, в принципе, очень схоже с татуировкой. Нужно с такой же серьезностью подходить, выбирать себе место, думать, искать, не спешить. Ну, а вообще, помимо прочего, я бы вам советовал выбирать не очень сложные рисунки, так как не каждое шрамирование будет аккуратным. Не каждый человек вам сделает правильное шрамирование. Надо учитывать то место, где мы с вами живем. У нас с вами здесь не всегда работают профессионалы, хотя люди могут себя выдавать за них. В общем, лучше перестрахуйтесь и выберите себе несложный узорчатый рисунок. Ну, вот, собственно, и все, что я могу рассказать про шрамирование. Но это далеко не вся информация, которая вообще есть в интернете. Реально, если это вам интересно, зайдите, заройтесь. Инфы просто вот так вот. Единственная проблема для вас будет сложность в поисках человека, который вам сделает шрамирование. Но, опять же, может я чего-то не знаю, может быть, это в наших краях так, в ваших по-другому. Поэтому ищите, кто ищет, тот найдет. Теперь я хочу сделать небольшое объявление. Конкурс в Инстаграме уже подходит к концу. Скоро я наберу свой косарь подписчиков и сделаю вам бесплатную татушку и бесплатный эскиз, как я и обещал. А также, очень внимательно, в это воскресенье вечером, еще точно не знаю, во сколько, состоится стрим. В прямом эфире я буду бить татуировку человеку, своему корешу. Вы сможете задавать свои вопросы. Я вам на них буду отвечать по возможности. Может, я не на все вопросы знаю ответы. Ну, посмотрим. Поэтому не пропустите. В это воскресенье вечером все дома смотрим стрим. Короче, у меня самый неподходящий момент сила камера. Итак, будет на канале стрим. Вот, нажимайте на вот эту вот колокольню. И не пропустите его. Я думаю, вам будет очень интересно. Ну, а по поводу сегодняшнего выпуска всем спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Влад. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok